итак пришла мне посылка с верхними шаровыми опорами напомню кто не смотрел мои предыдущие видео при заказе верхних шаровых опор мне прислали вот такое непонятное говно откуда чего от какой-то машины неизвестно ну в общем я написал претензию мне выслали уже нормальные по крайней мере на вид подходящие шаровые но эти шаровые не значит делать и куда оставим по крайней мере пыль не пригодится так вот наши шаровые кому интересно их цена сайт закрою дабы не рекламировать от этого сайта я отказался больше не заказывать ничего не буду на 542 рубля за каждую итоговая сумма 1084 итак что же нам прислали отверстие под стопора есть под шплинты и шплинтов в комплекте нет ну да ладно так вот шаровая полностью но неймовская никаких клеем надписей вообще ничего сейчас вскроем пыльник посмотрим что у нас там со смазкой у нас там со смазкой по крайней мере стопора жесткие то есть не просто круглые они такие плоские они довольно хорошо себя кстати зарекомендовали по крайней мере держит пыльник от цветами ну что хочу сказать смазка есть но ее мало час набьем смазки кстати пыльники по моему одинаковые да по крайней мере пыльники с этих шаровых можно будет использовать конечно по идее бы высверлить отверстие нарезать резьбу и ставить толстницу но ладно я в любом случае заказал уже полностью комплект шаровых и рулевых наконечников стр пока поставим этим посмотрим насколько их хватит крайне мере палец вообще не шевелится то есть никаких никаких люфтов ничего нет посмотрим как себя зарекомендую вот то что на них нет надписи никаких вообще это конечно настораживает любом любом случае халява так как магазин свою вину признал и выслал уже то что нужно так смазка набита установим стопорное кольцо и кольца конечно держит лучше но их и одевать сложнее так одна шарова набита аналогично поступаем со второй шаровой показывает не вижу смысл потому что процедура аналогично снимаем колесо для замены шаровых в качестве вспомогательного инструмента я использую вот такие противооткатные упоры ставим под задние колеса машина у нас никуда не укатилась и вот такие стойки выдвижного типа отличная вещь после того как на меня машина упала при замене при снятии вернее при установке короткой передач я сразу же купил вот эти стойки домкрат используем подкатной не больше по душе с ним удобнее работать по крайней мере меньше нужно залазить так стойка меня отстрахует одну устанавливаю под раму ну а вторую устанавливаю под нижний рычаг вот таким вот образом ну все снимаем колесо дальше продолжим машину помыл но как не мой все равно везде не подлезешь все везде вроде бы более-менее промыто нужный нам верхний рычаг остался в дерьме ладно сейчас почистим снимаем вторую шару нам не перенесено под рычаг откручиваем вытаскиваем шплинт откручиваем гайку на которой контрикса шаровая далее берем молоток вот такой вот вообще идеально подходит для этих нужд и кирачим вот по этому руху отсюда отсюда и шаровая палец выходит так гаечка гаечка куда-то у нас упала гаечка 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 удобнее конечно это делать когда рычаг вернее рулевой наконечник откручен больше мест для маневра можно и так вот слышим люфт как болтает палец как временно мировым не отходил неделю пока я ждал вот эти смотрим как себя зарекомендует но на и морские так привод выскочил ну собственно и все дальше выкручиваем болты протягиваем шаровые а и и а и и и и и